Прививочный кабинет Брестской центральной поликлиники работает с понедельника по субботу. Но несмотря на то, что конец весны не пиковый период заболеваемости, эпидемическая ситуация последних лет научила людей внимательно относиться к своему здоровью. Валерий Климович – один из тех, кто решил сделать повторную прививку от коронавирусной инфекции. Я делал один из самых первых бустерную прививку здесь в поликлинике нашей. Прошел где-то год, и я даже не заметил, что я заболел ковидом. Потом я сдал на антитела, и оказалось, что это был ковид. Я даже его не заметил. Но это правда. В любом случае для принятия решения о целесообразности проведения вакцинации необходимо обратиться к участковому доктору, который сделает заключение о состоянии здоровья и убедится в отсутствии противопоказаний. У меня 77 лет, и боюсь болеть. Да еще, как многие, такой летальный исход был. И я вот 20 мая 2021 года тоже пошла и сделала прививку. Ну, удачно было. Через 20 дней, по-моему, вторую прививку сделала. Все, я хорошо себя чувствовала. Я была здоровенькая. Я обычно осенью переболею гриппом, потому что иммунитет уже не тот. А в том году, и даже тут вот-вот-вот, в 22-м, и вот 23-й начался. Сейчас буду делать вторую прививку, но после своего лечения, конечно. На территории города Бреста и Брестского района в целом за 21-й год полным курсом против коронавирусной инфекции привилось около 70% человек. Повторный курс «Бустер-1», так называемый, в прошлом году, 90% от тех, кто сделал полный курс, сделали. Но сейчас идем вот по очередному повторному курсу, то есть «Бустер-2», это в пределах уже 60%. Поэтому, кто еще не успел добежать, вакцины в наличии в поликлиниках есть. Это есть и китайская вакцина «Виросел», уже которую все знают, использовали. Гамковид, спутник российская, и спутник «Лайт», тоже российская. Поэтому на выбор можно успеть. Бустер делается через 6 месяцев минимум от предыдущей прививки. Привиться можно не только от ковида. В настоящее время в рамках национального календаря профилактических прививок проводится иммунизация против 12 инфекционных заболеваний, включая грипп, вирусный гепатит B, туберкулез, коклюш, корь и прочее. Хотелось бы родителям напомнить про корь, потому что, если новости смотреть и читать, то видно, что в России корь подняла голову. И чтобы воздушно-капельная, очень быстро распространяющаяся инфекция, и чтобы мы у нас сейчас открыты границы, свободно перемещаемся, к родственникам ездим, и чтобы, не дай бог, не заразиться, чтобы не отказывались от прививок своим деткам, от кори, которые делаются в год и в 6 лет. Помимо плановых профилактических прививок, проводится иммунизация по эпидемическим показаниям против 18 инфекций, среди которых бешенство, ветряная оспа, дифтерия, клещевой энцефалит, коклюш и прочее. Как правило, это необходимая мера при контакте с больным, укусе инфицированных животных или насекомых, наличие риска при профессиональной деятельности или неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановке. Для уточнения информации необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства.